Итак, всем привет, с вами ТопГай, и сегодня мы поговорим про такую интересную и непростую тему, как воевать с танками, и более подробно, как воевать в мультиплеере, потому что в синглплеере данная информация не так полезна, а можно воевать как угодно. Для этого я себе загрузил сейв с МП игры, где у нас будут достаточно реалистичные линии фронта, реалистичные расстановки дивизии, все прямо из реальных игр. Так что, если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же давайте перейдем и по порядку про все поговорим. И начнем мы с, пожалуй, основ. Может показаться, что в этой игре защита имеет преимущество. В целом, это правда. На бумаге, чисто в теории, когда атакуете, у вас, скорее всего, будут какие-то проблемы с дебафами из-за типа местности. Противник, скорее всего, будет укреплен, он, наоборот, будет получать какие-то бафы от типа местности. Но это только на бумаге, вот так вот, в цифрах в одном конкретном бою. На практике же в среднем у атакующего есть преимущество, потому что именно он определяет, где будут вестись бои, и именно атакующий имеет инициативу. Это, я бы сказал, на стратегической какой-то карте, на стратегическом уровне. Почему? Для этого нужно понять, как, в принципе, работает оборона и как люди выстраивают свои линии какие-то защиты. Как используют танки, как используют пехоту. Давайте перейдем на Советский Союз для этого. И уже могли заметить, что здесь такая неплохая линия обороны именно в глубину. Выставлено много слоев. Чем дальше, тем, в принципе, поменьше, потому что досюда, скорее всего, не дойдут, если вот эти будут нормально стоять. И аналогично можно видеть на большей части фронта. Где-то уже сильно он посыпался, поэтому как раз-таки дошли до этих самых линий обороны, которые здесь, скорее всего, примерно с начала войны стоят. Зачем это делается? Потому что, скорее всего, здесь стоят 10 дивизий, давайте дадим, чтобы бой закончится. И мы увидим, что они не успевают все зайти в бой. По факту, по факту, если вас атакуют, ваши дивизии, скорее всего, не все успеют зайти в бой, так как урона много, авиация работает. Соответственно, нет смысла настакивать дивизии слишком сильно на линии фронта. Более того, они в один момент могут сильно слишком застакаться. Из-за этого вы не успеете их развести как-то по другим сторонам. У противника будут возможности атаковать, соответственно, ваши фланги. И флангом вас как-то окружить. Еще один, конечно же, очень важный фактор здесь, это снабжение. Потому что, если вы приведете сюда слишком много пехоты, все это селение обороны, допустим, на фронт поставите, то у ваших войск начнутся дебафы за снабжение. Вы начнете, может, отришинку это получать. В общем, эффект будет противоположный. Вы не усилите свой фронт, а только ослабите его. И мало того, что, скорее всего, у вас из-за этого покатлят, так еще и просто будете хуже размениваться, терять просто так бесплатное снаряжение. В общем, вы поняли. Следовательно, если у вас, ну, в среднем нормальная ситуация, у вас должны быть какие-то линии обороны. И так как мы поговорили про оборону, давайте теперь поговорим про роль танков. У танков есть одна особенность. Здесь у нас, ребята, мод, поэтому цифры все могут отличаться от других модов. Очевидно, отличаются от ванилы. Но в какой бы мод вы не зашли, в какой бы ваниле вы не играли, как бы вы что ни делали, у вас остается базой, у танка больше прорыва, чем защиты. Если только это совсем какой-то не сломанный мод. Это все немножко компенсируется. Если вы добавляете механы в ваши танки, у механов неплохая защита, вы можете как-то это приподнять. Но это все относительно. В среднем все равно. У вас должно быть прорыва больше, чем защиты. Как я сказал, исключения очень редки. И, скорее всего, немножко сломаны где-то. Что же это значит? Что ваш танк в атаке показывает себя намного лучше, чем в обороне. Логично. И как бы именно поэтому танками и пользуются для атаки. Пехота ваша в атаку идти практически не должна. Вот, можно сказать, какие-то редкие случаи, вот вроде таких, где в теории у вас есть какое-то преимущество. У противника, допустим, не хватает дивизий, закрыть всю ширину фронта. Или у вас как-то очень много пехоты. В теории вы можете атаковать и пехотой, потому что это какие-то ресурсы противника истощает. В среднем этого делать не стоит, потому что ваша пехота теряет организацию, теряет окапывание. Вы позицию вот здесь вот этим, допустим, очень сильно ослабляете. Танки же прекрасно себя чувствуют. Очень быстро они пробивают любые такие вот пехотные территории. Особенно здесь у нас равнина. Просто можем посмотреть, что очень быстро улетает пехота. И мы взяли эту провинцию. Что делать, когда вы выбиваете каких-то дивизий? В среднем, если вы стоите в обороне, не стоит туда заводить танки. По той же причине, о которой мы только что говорили. Потому что смотрим на немцев. У немцев здесь стоят танки. Соответственно, они также в атаке будут чувствовать себя лучше, чем вы, когда зайдете в эту провинцию и станете в обороне. То есть вот такой вот клик. Есть такое понятие кликать. В Хойке. Это как бы, в принципе, атаковать и выбивать провинции. Вот сюда вот готовится немец кликнуть. При этом он не будет заходить в провинцию. Допустим, если он будет видеть, что он быстрее вас сюда прибудет, он просто будет отменять и заново идти. Его задача здесь не перейти в эту провинцию, а атаковать эту провинцию. И предположим, вы как бы без лишних чувств продолжаете двигаться дальше. Смотрите. Видите, мы прибываем первые сюда. Тут у немцев поставлен на плант, поэтому пехота еще успела туда зайти. Но в целом логика вот точно простая вам. И теперь ваши танки находятся в защите. И сравните цифры. Очевидно, что защита в два раза меньше. Следовательно, вы получаете намного больше урона. Кроме того, в среднем у вашего противника есть бонус за планинг. Как видите, вот здесь он и есть. Вот у этих танков, которые здесь стояли, 24% дополнительных получают. При этом это перемножение. То есть это на самом деле еще больше, чем 24%. Это все множители. И ваши танки здесь просто, ну, расплавляются. Просто вот еще быстрее, чем вражеская пехота. Соответственно, из этого исходит что? Пехота используется только для удержания позиций. И кроме того, навязывания двойной битвы. Давайте я вам покажу, что это значит. Положим, немец вот сюда вот решает атаковать. Пишется красно, но в целом статы позволят пробить это через какое-то время. Здесь уже началась зима, поэтому не сильно выгодно так делать. Немец так бы, скорее всего, не делал. Но он атакует. И ваша пехота может успешно навязать ему двойную битву. Минус 35%. В разных подхожах разные цифры. Но это очень сильно снижает поступательную способность вот этих танков. Если бы это был бой танки-танки, то, скорее всего, вот это вот было бы решающим фактором. И, как вы можете видеть, скорее всего, эту провинцию они не смогут взять, потому что, ну, просто вот так вот можно сайклить их, можно менять эти дивизии атакующие. И танки будут нести, ну, солидные потери на самом деле. И самое главное, неоправданные. То есть, ваша задача пехоты, это занимать провинции, это удерживать свои провинции. И периодически, где-то возможно, давать вот такой вот двойной бой. Можно это делать, конечно же, танками. Танками это будет еще выгоднее, еще эффективнее, потому что пехота, допустим, здесь видите, наносит очень мало урона этим танкам. Но все еще наносит. И самое главное, все еще штурмовики наносят урон. Здесь у нас красный воздух, но про это мы поговорим отдельно. И тут мы плавно потихоньку подводим к тому, почему у наступающего есть преимущество. Как вы уже видели, наступать просто так не очень удобно. Чтобы обороняться вам тоже, так или иначе, придется атаковать. И для этого вам нужно превосходство в численности, плюс-минус в качестве. Что это значит? То есть, как вы уже видели, просто так зайти в провинцию и потом пойти дальше у вас не получится. Кроме того, вам нужен воздух. Это, в принципе, тоже качественные количественные характеристики, потому что если у вас будет полностью красный воздух и не будет штурмовиков, то противник с воздухом и штурмовиками, скорее всего, просто расплавит ваши танки, как будто их и не было. Даже если он будет воевать в невыгодных для себя условиях, то есть, допустим, через какую-нибудь речку в плохую местность или в снега, или что-то еще, турмовики с зеленым воздухом, в принципе, сгладят любые такие проблемы. Исходя из того, что мы теперь знаем, что при атаке вас, скорее всего, контратакуют из другой провинции и не дадут вам нормально атаковать, вы можете, соответственно, сделать вывод. Вам нужно атаковать и соседние провинции, желательно, чтобы они не могли вам мешать, либо если бы они мешали, они бы сами тоже дергались и из-за этого бы их тоже пушили. То есть, представим ситуацию. Вот отсюда вы кликаете вот сюда. Немец это успел увидеть, нажимает вот сюда. И у вас какая ситуация? А здесь вы в плюсе. Пишется красным, не обращайте внимания, как я и говорил. Видите статы, статы у вас шикарные, у вас харды миллион. Противник в защите, здесь все хорошо. Здесь ситуация не такая хорошая. Да, вы тут в обороне, этот девиз, кстати говоря, еще и крепиться не успела, противника здесь планинг. То есть, вас здесь просто сметут. Но вы вполне себе знаете, что сюда противник, скорее всего, кликнет, вы кликаете его сюда дальше. Теперь противник вот сюда. Как вы можете видеть, вы практически уравняли ваши шансы. Более того, даже вам выгодно здесь воевать. Харда ведь здесь всего 500. То есть, ваши танки, скорее всего, здесь не отступят. А если частично и отступят, то, в принципе, пряницу вы не сдадите. Восьмикайте, что будет дальше, да? Немец будет кликать вот отсюда. Причем, скорее всего, здесь тоже должны были быть стоят танки условно. Ну, если здесь ведутся какие-то боевые действия. Если не ведутся, понятное дело, перестакивать слишком сильно на фронте войска не стоит, как я уже и говорил. Это кроме того, что неудобно для контроля. Это также опасно для окружения. Это еще и тратит припасы, которые тоже как бы, ну, дают дебафы. Видите, здесь 5%. Настакиваем сюда еще 4 танка. Будет больше дебаф. Соответственно, неэффективно воевать слишком большими дивизиями в одной провинции. Вот. Мы здесь тоже их кликаем. И теперь здесь. Понимаете, у нас теперь из одной вот этой атаки вот сюда вышло аж 4 битвы. Ну и, конечно, на этом все не заканчивается. В теории вы вот так вот можете пойти. Савок может атаковать вот отсюда, сюда. В общем, вы понимаете. То есть, по факту, война вот такая вот. Это война чисел. И, конечно, в микроконтроле все это замечать. Но, если мы приравниваем условных оппонентов к одному и тому же скиллу, одному и тому же микро, этого и на того, кто здесь получит лучший воздух. Правильно воздух сконцентрировать. То есть, допустим, вот над Киевом сейчас нету битв. Значит, что? Значит, мы вполне себе можем переставить авиацию сюда. Кстати, можно здесь даже ее не перебрасывать. Вот. Соответственно, нам отсюда нужно перебросить авиацию сюда. Бам. У нас уже здесь будет больше штурмовиков, чем у нашего противника. Может сюда еще перебросить, допустим, авиацию. Словно говоря, сейчас делают это неэффективно. Но все равно, у нас будет более зеленый воздух. Более зеленый воздух. Это, соответственно, дебафы на защиту, на прорыв. То есть, еще более лучшие условия. Плюс воздух также снижает скорость. Это поможет вам в теории что-то окружить. И вот наш бой, в принципе, свелся к тому, у кого здесь больше ресурсов, кто сможет побольше прокликать. Или, допустим, смотрите, вот отсюда вы отступите. Но здесь будут танки и там, и там задеорганы. Вы можете потом через шифт. Чаще всего вам стоит отаковать через шифт. То есть, чтобы вы не успевали в оборону. Вы прибыли в проименцию и сразу через шифт идете в атаку. Танкам в оброне стоять очень противопоказано. Соответственно, как я и сказал, тот, у кого здесь будет больше ресурсов, авиация, танки. Танки тоже качество, конечно же, влияет. Но про это говорить сложнее, потому что все зависит от мода, шаблона. В некоторых модах одни шаблоны, другие статы, другие танки, другие общие балансы. Это уже немного другое. Но теория боя и практика все равно примерно одинаковы в любом моде. И именно здесь как раз таки приходит то преимущество, про которое я говорил. Преимущество наступающего. Именно он решает, где по факту будет начинаться сражение. Он может туда привезти побольше танков. Если мы, так сказать, посмотрим здесь. Находится у нашего немца 20 дивизий танковых. То есть, половина практически танковых дивизий. И другая вот половина стоит здесь, под Брянском. Там все это вот, все в центр. То есть, как бы, на севере есть какие-то испанские дивизии. То есть, там тоже есть танки, но это уже другое. Наступающий может сконцентрировать их. При обороне вам так или иначе придется держать танки плюс-минус чуть-чуть везде. Потому что вы не можете так бесплатно затоконцентрировать войска. Иначе вас очень жестко пропушат. Вы ведь не просто так стоите в обороне. Скорее всего, у вас меньше ресурсов, как в данном случае. Или дебафы, или бафы у противника. Как или иначе, вы не можете свободно распоряжаться своими ресурсами. Вы не можете свободно пытаться атаковать где-то. Скорее всего, вы за это потеряете намного больше на другом направлении. Даже если что-то это бьете. Помните эти две дивизии, которые атаковали вот сюда? Вот пример, почему это, допустим, было не очень. Теперь наши дивизии отступают. И у них, как вы можете видеть, не хватает припасов. Они в целом, в среднем, будут на Атрише не отступать. То есть они потеряли войска в одном бою в наступлении, в другом бою от обороны. Потеряли из-за этого силу. Танки потеряли мы. Дергнулись, отступают из-за этого. Ваш фронт здесь ослабился. Опять, напоминаю, сейчас зима. В среднем зимой воевать не очень удобно. Потому что из-за Триши у вас будут намного больше потери по танкам. Из-за дебафов у вас, в принципе, фронт практически пушится не будет. Окружить практически ничего невозможно. В каких-то модах, может, это не так. Но в среднем ситуация примерно такая везде. То есть здесь вам, допустим, опять-таки, можно было бы контратаковать отсюда пехотой. Вот эту пробку вам, допустим, проще было бы задушить вот с этих направлений. Их намного сложнее кликнуть. Из таких вещей, в принципе, и складывается общая картина войны. Теперь давайте поговорим чуть-чуть про другое. А именно, как делать окружение и как желательно в них не умирать и не подставлять свои собственные войска. Окружение это очень важная часть для наступающего. Потому что, как вы помните, он решает, где будет концентрация сил. Соответственно, у него здесь имеется преимущество. Он этим преимуществом должен пользоваться, чтобы сокращать вражеские силы. Рано или поздно сюда, допустим, подкинут еще танков. Если будет видно, что на другом фронте где-то у вас меньше танков, соответственно, вы там меньше наступаете, можно перебросить сюда что-то. За это время, чтобы улучшить ситуацию, все-таки обороняющиеся обычно в один момент получают какие-то преимущества. Ну, в среднем, практически вся война танковая происходит на советско-немецком фронте. Чуть-чуть еще в Африке. Так вот, рано или поздно вы сами потихоньку будете переходить к обороне и к каким-то более локальным действиям. Чем больше вы сможете передать им окружить войск противника, тем лучше. Потому что это, опять-таки, война цифр. Если у противника будет на 4 танка меньше, чем у вас, значит, вам будет проще где-то его пробить потом, либо саму выйти в оборону. Что нужно смотреть? Во-первых, конечно же, на удобные выступы. Допустим, вот здесь относительно удобный выступ. Не идеальный, потому что отсюда вы можете только с этого направления нападать. Но, допустим, вы можете пересечь всю тречку, пересечь здесь, речку. И, таким образом, в теории можно окружить 5 дивизий. Стоит ли окружать пехоту? Я бы сказал, не стоит этим брезговать, потому что пехота так или иначе удерживает фронт. И если потихоньку вы подъедете пехоту, то фронт станет удерживать сложнее. Противника будет меньше войск на то, чтобы кликать вас, навязывать вам довольный бой и просто закрашивать провинции. Но, конечно, считая цель всех окружений, это танки. Танковое окружение в середнем получается как раз-таки в активную фазу действий, когда начнутся бои и танки противника начинают терять организацию. Все-таки в наступлении не всегда все хорошо. Соответственно, вам нужно подловить момент, когда организации будет не так много. Либо у вас будет солидное преимущество по просто количеству статам, и вы можете просто мясом озадавить. Это вполне себе тоже работает периодически. Соответственно, вам нужно как-то по флангам проходить. Самое важное, не забывать подводить пехоту, потому что если вы не будете ее вовремя подводить руками, фронт, автоплан, скорее всего, будет делать это поздно. То есть, в пример, вы выбиваете какую-то провинцию. Например, вот так. Смотрите, у нас здесь советы смогли выбить, потому что здесь тяжело достаточно оборонять вот эту провинцию, было бы. Мы туда готовим потихоньку заводить новые дивизии, но мы выбиваем их на севере. И если мы не кликнем сами пехотой сюда заходить, то они зайдут только когда туда зайдут танки. Только тогда у них приказ туда появится заходить. Еще нужно подождать сверху бои какое-то время. Это долго. Что у нас уже здесь происходит? У нас вот здесь вот идут танки, которые в среднем, наверное, кликнули бы, но мы симулируем, что нет. Что здесь происходит? Мы через шифт сразу стараемся кликнуть танки сзади, потому что мы видим, что они там есть. Мы знаем, что здесь более того будут танки. Соответственно, мы планируем раз уже, при переходе в новую провинцию, быть в атаке. Здесь видите, один танк дергнут, второй потихоньку сейчас тоже дергается в наступление. Мы заводим сюда танк и сами переходим сюда в наступление. Через шифт здесь иногда будет опасно заводить. Вот, к примеру, у вас видите, один танк заехал, другой нет. Из-за этого этот получил немножко лишнего урона. Смотрите, видите, у нас получается здесь вообще такая ситуация, что двойной бой. И мы сейчас потихоньку выбиваем эту провинцию. Здесь мы также через шифт кликнули сюда. У нас в целом все здесь неплохо. Отсюда мы сразу переходим вот сюда. Дополнительно сейчас будем давить сюда. То есть, формируем вот такое вот наступление. А здесь у нас стоят вот тут танки, поэтому это бы в среднем не удалось. Но мы делаем вид, что здесь особо ничего нету. Война идет только вот здесь. Естественно, в идеале ваше какое-то наступление не должно добавлять темпа. Вы должны постоянно душить противника, не давать ему вам как-то мешать. То есть, атакуем вот сюда. Можно нажать сюда даже пехотой. Это дорого, но даже пехотой можно нажать. Просто чтобы вот эти танки не могли вот эти ваши танки какие-то сбить. Эти уже, смотрим, заняты, эти заняты, эти заняты. Здесь не совсем танки, но они тоже. Их можем занять вот таким вот образом. Здесь танки подходят, они помогут нам здесь разобраться с этим всем. Я бы завел сюда, допустим, кликнул вот так. Потому что здесь мы рано или поздно сейчас пробьем. И в среднем из-за зимы мы на самом деле очень здесь буксуем. Скорее всего нас бы уже остановили. Ну, таковы условия погоды. Так, я дождался, в общем-то, нормальной погоды для этого. Как я и говорил, зимой наступать вообще не очень. И вот, представим, снега спадают. Наши силы готовы, пополнены. Самое главное, я сюда прапал ЖДшки. То есть, мы действительно сделали то, что в среднем делают за зиму. Готовят запасы для лета и весны-осени. Соответственно, делаем вид, что начинается наступление. Сразу, смотрите, все становится намного лучше. Это вам не зимой воевать. Здесь уже войска расплавляются. И вот оно происходит. Наши танки начинают потихоньку заходить. На всякий случай можно делать нечто вот такое. Это не супер выгодно по разменам. Потому что, видите, у нас статы атаки, конечно же, сгибаффаны. Но это не даст вот отсюда вас контратаковать. Противник может это заметить. У него уже стоят вот здесь вот какие-то дивизии. Он, скорее всего, будет у вас пытаться сам атаковать. Причем дивизиями желательно организованными этим давать, восстанавливаться. И у него есть некоторые варианты, что делать вот эти. Можно попробовать вас атаковать вот сюда, остановить. Здесь на моменте это, в принципе, не самая плохая опция. Потому что здесь 4 дивизии. Но его, скорее всего, кликнут вот отсюда. Можно попробовать отступить. Сделаем, наверное, вариант, что он пытается как-то вас остановить. Вы это увидев, конечно, можете сами его сюда вот кликнуть. Таким образом, он просто, видите, расплавляется моментально. Это не самый здесь оптимальный вариант. У нас, скорее всего, при этом так будут кликать на юге. Потому что вот здесь вот тяжеловато пройтись. Но вот так вот продавливая, мы можем что-то делать. Главная задача здесь вовремя разводить свои танки. И пытаться противнику не дать делать то же самое. То есть как-то их его танки выбивать. И давать им перестагиваться. Ну и, к примеру, и что такое у нас получается. Слушаем со всех сторон. Пытаемся параллельно где-то по флангам обойти. Видите, здесь вот, допустим, они перестагались жестко. Потому что просто потихоньку шли бои. Нам нужно это обязательно атаковать. Потому что, пока мы здесь атакуем, все вот это вот стоит. Особенно, если у него нет организации в этих дивизиях. Эти дивизии не восполняют организацию. Это важный момент. Все вот эти 28 дивизии здесь в резервах не будут восполнять организацию. Если они до этого где-то воевали. А ваши дивизии, которые будут подходить к фронту, будут. Нужно понимать, что окружение в среднем это ошибки ваших противников. То есть вот эти дивизии все еще стоят здесь, не разведенные. Фланги не прикрыты. Танков здесь нету. Здесь танки перестагированы. Нечто такое может в теории привести к окружению. Но для того, чтобы видеть что-то более реальное, вам стоит посмотреть какие-то стримы, видео. По реальным мультиплеерным играм. Там будет чуть больше понятно. Там, конечно же, на это все будут реагировать. Но в среднем именно как-то так вам нужно окружать. Потому что окружение совершенное, это какие-то ошибки. Ошибки вашего противника. Либо, допустим, ошибки по макро, когда танки начинают гоститься. Очень важная еще часть войны всей танковой, мультиплеерной. Это экономика. Здесь много говорить не получится, потому что от мода к моду она разная. Но самое главное. Зимой, как вы могли видеть, воевать очень невыгодно. Следовательно, скорее всего, не стоит. Вам нужно копить ресурсы для того, чтобы воевать в выгодных для вас условиях. В выгодных каких-то местах. То есть вы сами определяете, куда вы хотите атаковать. И, конечно же, если увидите, что заканчивается снаряжение. Допустим, здесь у нас есть танки, но танков может не хватать. Они могут начать гоститься. То есть у них будет сила меньше 100%. Ну, в среднем, я бы сказал, где-то 90-80% уже, можно говорить, что танки начинают гоститься. Из этого они теряют свои характеристики. И потихоньку-потихоньку при битвах вы просто... Вам не хватает статов, чтобы кликать противника. Противник вас проще кликает. И вы начинаете сыпаться. В такие моменты нужно чуть больше отводить войска. Нужно меньше воевать. Экономить ресурсы до момента, когда весь фронт сможет потихоньку восполниться. Потому что нехватка, допустим, 5000 танков здесь, она видна на всем фронте. Ну, здесь, конечно, какое-то фантастическое окружение, которого вряд ли можно будет увидеть в реальной катке. Вас, скорее всего, будут отсюда кликать. Скорее всего, вот отсюда. Но, как пример. То есть вы ищете слабые фланги. Вы ищете, где у противника не хватает танков, чтобы вас контратаковать. Возможно, какая-то пехота. Также, допустим, вот можно было, если отсюда противник вывел, бывает, скажет, что, скорее всего, так бы и произошло. Можно было попробовать бы какое-то здесь небольшое окружение. Даже 6 дивизий сделать. Или, не знаю, там, здесь какой-то город, что пехота какая-то не выехала. Можно кликать. И сейчас надо брать даже какие-то небольшие окружения. Потому что это все очень сильно влияет на экономику. И потихоньку-потихоньку ослабляет фронт вашего противника. То есть вот тоже, кстати говоря, вполне себе возможная ситуация. Мы не успеваем здесь пройти. И противник начинает выводить свои дивизии. Здесь главное не перерисковать. То есть, допустим, видите, условно говоря, здесь ситуация достаточно опасная для вот этих моих дивизий. Если у противника есть какие-то танки, они могут вполне себе атаковать здесь. Здесь только три пехоты вот тут. Здесь просто пустые провинции. Их можно очень легко накрыть. То есть аналогично на юге. Тоже здесь танковая дивизия одна, здесь одна. То есть они находятся в опасном положении. Что вообще периодически стоит делать? Вы видите, что здесь ваша пехота идет. Не стесняемся нажать просто на ней B. Передислоцировать ее, чтобы она успела помочь танкам. Пока еще, наверное, есть небольшая полезная концепция. Если вы видите, что ваши войска превосходят противника здесь, не стесняйтесь, опять-таки, связывать боем вражеские какие-то другие дивизии. Своими пехотными дивизиями, своими танковыми дивизиями. И вам этот прорыв, если вы видите, что там пусто, а мы видим, что вот там есть какая-то пехота, но здесь просто пусто достаточно. Вам нужно этот прорыв расширять. Оружение в планке своей. Прикрываем пехотой. Подводим ее, не стесняемся. И добавляем сюда дополнительно. То есть, если вы видите, что хорошо идет, можно добавлять. Надо быть, конечно же, аккуратным, не слишком убегать вперед. Потому что, допустим, здесь вот, если выйти из-за порожья слишком далеко. В теории, если у нас юг было бы слабее, если бы мы здесь видели, что мы так вот не даем, нас могут с севера подожрать. Так всегда. То есть, вы видите, что идет легко. Скорее всего, вам туда стоит заводить дивизии. Потому что укреплять нужно именно те направления, где хорошо все идет. Но не забывать безопасно оставлять фланги, чтобы вас самих, пока вы пытаетесь кого-то окружить, не окружили. На этом, пожалуй, из основных таких вещей все, что я хотел рассказать и рассказал. Это именно самая такая простая база. Что-то более комплексное, сложное вам стоит просмотреть в самой игре. Потому что без практических реальных примеров из мультиплеера сложно разбирать. Я вам скажу, что достаточно посмотреть всего несколько стримов. По таким вот насыщенным каким-то боям танковым. И в принципе, основы понимания у вас, скорее всего, уже будут. Если у вас до этого были какие-то основы понимания игры. Что с вами был TopGrey. Обязательно подписывайтесь, если вы все вдруг не подписаны. Лайк и комментарий. Ты же скоро в бусте. Все в описании. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok